Итак, давайте с вами начнем. Добрый день, меня зовут Дарья, я ветеринарный специалист компании BioFarRussia. И сегодня я расскажу вам о герпесной инфекции у собак. И для начала я бы хотела рассказать, что такое вообще семейство вирусов рода герпес и как происходит их размножение, развитие в пределах организма, в пределах клетки. Это очень многочисленное семейство. Оно в себя включает ДНК, содержащие вирусы. То есть, как и любой другой вирус, герпесы содержат внутри себя нуклеиновую кислоту. В их случае это ДНК или берион. И она окружена капсидом, то есть оболочкой. Поражают они абсолютно всех видов животных и людей, в том числе им подвержены. И рептилии, и анфибии, и рыбы, и птицы, и млекопитающие в том числе. К сожалению, большинство людей, скажем так, на планете, да, они заражены, они являются носителями герпеса, и в том числе и мы с вами некоторые, да, если у вас хоть раз вылезала лихорадка на губе, да, герпесная, это говорит о том, что вирус в вашем организме есть. И, к сожалению, пока нету способов, чтобы полностью его удалить, чтобы полностью вылечиться. Но активируется он только в те периоды, когда происходит понижение иммунитета. И у кошек 4 часа будет. И когда происходит понижение иммунитета, он уже активируется и начинает размножаться в клетках. Собственно, как же это происходит, как он нападает. Сам по себе вирус в сравнении со всеми остальными вирусами достаточно небольшой. И вирусная частица имеет на своей поверхности определенные компоненты, которые называются гликопротеины, да, они ищут на поверхности клетки, участки, с которыми они могли бы соединиться. И таким образом вирус разрушает этот участок клеточной мембраны, проникает внутрь, освобождается от оболочки, остается только одна его нуклеиновая кислота. Опять же, в нашем случае это ДНК. И она начинает перестраивать процессы, которые идут в клетки, под себя, так сказать. То есть ее участок встраивается в ДНК клетки, и ДНК начинает меняться, и клетка в итоге начинает производить вирусные частицы, а не работать так, как положено ей, да, то есть воспроизводить свою собственную молекулу ДНК. И таким образом, рано или поздно, вирусные частицы накапливаются в клетке в огромном количестве, они ее, по сути, разрывают и выходят в околоклеточное и межклеточное пространство, и там опять начинают искать вот эти новые клетки. Так происходит размножение всех вирусов. Достаточно эта структура простая, как мы видим, да, она состоит только из нуклеиновой кислоты и из оболочки, из капсида. Но при этом за счет того, что размножение происходит очень быстро, именно поэтому вирусные заболевания, как правило, развиваются быстро, остро и не всегда легко, опять же, быстро поддаются лечению. В случае герпеса он опасен и коварен тем, что когда он не может сопротивляться иммунитету организма, он прячется в клетках, а именно в нервных клетках, и ждет того периода, пока ослабнет, опять же, иммунитет, и он может себя, скажем так, проявить. Но у людей герпесная инфекция, которая вылазит на губах периодически или на каких-то других участках лица, она, как правило, не несет какой-то опасности, особенно для здоровья. Мы просто ее мажем обычно противовирусными кремами, и на этом все заканчивается. Но бывают ситуации, когда вирусная инфекция герпесная проявляется достаточно агрессивно. Но в первую очередь это касается все-таки больше кошек. У собак течение герпеса не такое сильное, у взрослых, по крайней мере. И в чем, собственно, отличие собачьего герпеса от человеческого, сейчас мы с вами разберем. У собак оно может иметь заболевание и хронический, и острый характер, и поражаются в первую очередь верхние дыхательные пути. Снаружи мы будем видеть проявление инфекции на губах, на носу, и также на глазах. У самок поражаются репродуктивные системы, то есть это большинство слизистых, то есть это влагалище, это вульва, то, что вот снаружи на части будет. И, конечно, это очень опасное заболевание для плодов. Заболеванию подвержены любые породы собак, любых возрастов, любых абсолютно породных принадлежностей. То есть вирус этот опасен для всех. Как же происходит заражение герпесом? Он достаточно распространен, и на самом деле очень большой процент животных, до 50% популяции может быть инфицирован герпесом, герпесом, и владелец может даже об этом не знать, потому что иммунитет животного может быть достаточно сильен, чтобы не подавлять проявление клинических признаков. Основную группу риска составляют, конечно, те животные, которые часто общаются, контактируют с другими собаками, то есть это животные выставочные, животные, которые посещают различные тренировочные площадки, то есть служебное собаководство, либо те животные, которые содержатся скучно, в первую очередь это, конечно, питомники. Основным источником заражения будет животное больное, либо переболевшее, потому что, как я сказала, из лечения не наступает, и даже переболевшая собака будет в пожизненном носительстве. Полностью исключить риск инфицирования нельзя, но можно принять ряд мер, чтобы эту вероятность снизить и, скажем так, предотвратить передачу вируса от больного животного вашему животному. В первую очередь заболевание угрожает малышам, щенкам, и, как правило, оно приводит к гибели щенков, если они младше двухнедельного возраста. Они начинают буквально на глазах угасать, поскольку поражается дыхательная система. Они, как правило, страдают от удушья, от различных внутренних кроводлияний, они громко часто пищат, но и, в конце концов, как правило, погибают, потому что терапия у них бывает не всегда эффективной, и таких малышей выходить сложно. Если у нас щенок старше этого возраста, то есть ему три недели и больше, то у них процент выздоровления гораздо выше, и, соответственно, протечение будет гораздо легче. У взрослых животных чаще всего течение вообще не сопровождается никакими симптомами, я имею в виду типа повышения температуры, каких-то таких явных признаков. Как правило, клинический герпес проявляется у собак часто на фоне стресса. То есть если вот он был, и животное находится в состоянии стресса, ослабляется иммунитет, мы знаем, что это очень такой нервный фактор, очень сильно понижает иммунитет у животных, и в этом случае уже могут проявляться какие-то клинические признаки. Либо период беременности также может спровоцировать проявление клинических признаков, потому что это тоже процесс такой непростой для организма. У взрослых животных заболевание может протекать в легкой форме, проявляться конъюнктивитом, истечениями из носа, из глаз, и также поражением, как я сказала, у самок, вульвы и влагалища. То есть это будет то, что владелец будет видеть. Эти поражения в начале заболевания имеют вид небольших пузыречков, которые заполнены жидкостью, как-то потом со временем они лопаются, на их месте образуются язвочки. Язвочки быстро исчезают, но у самок опять же могут опять проявиться перед течкой. Если мы говорим про заражение животного беременного, то есть самки беременны, если это происходит на ранних этапах беременности, это приводит, как правило, к остановке развития, к мумификации плодов и рассасыванию беременности совсем. Если мы говорим про инфицирование в середине, то это будет приводить к аборту. На поздней стадии герпес способствует рождению щенков преждевременно, то есть, соответственно, недоношенных. Аборт, который вызван заражением собак вируса где-то на 30-й день, приводит к аборту недели через 2, то есть в любом случае беременность не будет доношенной, и, скорее всего, щенки будут нежизнеспособны. Как правило, после инфицирования сука может стать бесплодной, либо приносить меньшее количество щенков, и также, возможно, будет страдать ложными беременностями. Это будет уже в ряде случаев показанием к стерилизации. Герпес-вирусная инфекция у новорожденных щенков протекает очень остро и, как правило, заканчивается гибелью. Из клинических признаков можно сразу будет заметить, что у них очень слабый сосательный рефлекс, у них будет очень низкий аппетит, и будет болезненность брюшной стенки, рвота, поносы, различные такие проявления, возможно, своё натечение. Щенки будут постоянно скулить, плакать, и, к сожалению, скорее всего, погибнут. Если щенки старше, то есть трёхнедельные, старше, у них в основном преобладают уже признаки, такие как у взрослых животных, то есть это конъюнктивит, поражение верхних дыхательных путей, то есть истечение из носа, истечение из глаз, то есть такого рода. У сук, которые заражены герпесом, нередко бывают ложные беременности, рассасывание плодов внутриутробно и так далее. Поэтому, если мы подозреваем, что у собаки присутствуют какие-то инфекции, необходимо обязательно, конечно, её обследовать, прежде чем проводить вязку, уж тем более прежде чем щенков, вот подозрительные суки, реализовывать, то есть продавать, потому что такие щенки, скорее всего, 99%, что они тоже будут носителями герпеса. При этом, опять же, могут вообще отсутствовать любые клинические признаки совсем, и мы поймём, что что-то не то, только когда уже животное абортирует, либо когда у нас родятся щенки, не очень, скажем так, жизнеспособные, не очень физиологически полноценные, и это уже будет поводом заподозрить герпес по характерным признакам. Что касается диагностики этого вирусного заболевания, они, как правило, на трудности не вызывают, потому что проявления вот таких клинических признаков, как мы видим на картинке, они очень характерны, и, как правило, на их основе первые шаги к постановке диагноза и делаются. Чтобы поставить диагноз окончательный, берут смывы со слизистых, в первую очередь это слизистые носы, слизистые конъюнктивы и слизистые влагалища. Если обнаруживаются инфекции в анализах, то, соответственно, диагноз будет считаться подтверждённым. Также берут на анализ кровь, то есть сыворотку крови, берут два образца с интервалом двухнедельным. И, соответственно, там же ищут антитела. Если антитела подтверждаются, соответственно, это говорит о том, что организм борется с вирусом, вырабатывает антитела, соответственно, вирус в организме есть. Если у нас присутствует и есть абортированный плод, если сука абортировала, то можно исследовать плод. И если мы в нём найдём герпес-вирус, то в этом случае можно говорить, что сука инфицирована. И то же самое касается щенков, то есть живых плодов. То есть если у нас есть щенки с клиническими признаками, если мы исследуем щенка, мы также можем сказать, что он инфицировался от матери. Как правило, случай инфицирования через отца – это редкость. То есть у нас был, например, носитель-отец, он повязался с сукой, и тогда вот это передалось щенкам. Нет, это может быть так, что передалось суке, а сука передалась щенкам. То есть в любом случае передача потомства будет через мать. Какие же способы существует лечение этого заболевания? Если у нас присутствуют симптомы и подтверждён диагноз герпеса у собак, конечно, это всё делается в условиях ветеринарной клиники, ни в коем случае никакие самостоятельные домашние методы здесь работать не будут. Медикаментозная терапия включает в себя применение различных противомикробных препаратов, а это касается и противовирусных препаратов, и антибактериальных, то есть антибиотиков. Почему, причём здесь вообще антибиотики, да, потому что на фоне ослабленного иммунитета и активности герпес-вируса есть вероятность, что присоединится какая-нибудь секундарная вторичная микрофлора, которая всегда достаточно на коже, на шерсти животного, а также в окружающей среде. Это может привести и к осложнениям, связанным с течением самого заболевания, и присоединиться что-то ещё вообще новое. Поэтому, чтобы этого избежать, антибиотики очень-очень рекомендованы, но опять же в дозировках, и те препараты, которые назначит врач, исходя из общего состояния животного, оно уже, собственно, будет зависеть от возраста, в первую очередь, и от, в целом, от общего здоровья, от наличия или отсутствия тех или иных хронических заболеваний. Кроме того, также назначают сыворотки гипериммунные в самом начале заболевания, для того, чтобы активность вируса, прошло прощение, погасить. Конечно же, проводится симптоматическое лечение, и необходимо регулярно соблюдать гигиену животного, потому что если будут присутствовать истечения из носа, и из глаз, их, конечно, нужно удалять. Чем, из какой регулярности, так же скажет врач. Как правило, это специальные лосьоны применяются, медицинские, для того, чтобы проводить такую противовирусную очистку. Противовоспалительные кортикостероиды не применяются в данном случае вообще, потому что они будут противопоказаны терапии. Что касается профилактики, существует вакцина ветеринарий от герпеса собак, но она вызывает выработку иммунитета нестойкого, в смысле, длительного, где-то на месяц, на полтора. В свободной продаже таких вакцин нет, они применяются по назначению врача, и в первую очередь, конечно, иммунизируются такими вакцинами беременной суки, чтобы профилактировать заражение плодов. И заражение самой суки в такой период, когда она будет крайне уязвима к различным вирусным атакам. И, опять же, если мы говорим про суку инфицированную, чтобы это не передалось плодам вирус, и чтобы они как минимум выжили, потому что на ранних стадиях, как я сказала, на ранних сроках беременности, как правило, наступает рассасывание плодов, то есть остановка развития. В целом, для предотвращения заражения вирусов, сука, особенно в последние три недели беременности, и также ее щенков в три недели первые после родов, их, конечно, следует изолировать от возможных источников инфекции, то есть как минимум от всех остальных собак, если есть какие-то подозрения. Если мы говорим, конечно, про свой питомник, про своих собственных собак, то там, как правило, мы знаем, если нет никаких проявлений, то можно их, конечно, и оставить, но если какие-то животные чужие, то стоит опасаться. Полностью избежать контакта с вирусом, к сожалению, нельзя, потому что собака будет постоянно с ним сталкиваться, и мы с ним постоянно сталкиваемся, каждодневно в окружающей среде, он присутствует и на других людях, и собаках. Современная ветеринария может избавить животное от вируса, от проявлений маконимических признаков. Питомцем назначается, как правило, симптоматическая терапия, которая включает в себя, как я сказала, и противовирусные препараты, и различные медикаментозные обработки, и все это разрабатывается строго индивидуально, с учетом всех противопоказаний, если они есть, потому что этот момент очень важный. В первую очередь, это, конечно, возраст и хронические заболевания. Если у нас все-таки сука оказалась инфицированной, и она нам родила щенков, соответственно, которые, возможно, тоже будут инфицированными, скорее всего, что же мы можем сделать в этой ситуации, потому что мы узнали об ее инфекции уже, так сказать, постфактум. В этом случае есть некоторые меры, которые можно принять для того, чтобы все-таки обезопасить щенков от развития бурного и от гибели, как минимум, этой инфекции. Во-первых, это их необходимо изолировать в отдельную комнату с достаточно высокой температурой, чтобы там было тепло, то есть не допускать никаких сквозняков, сырости и холода. То есть температура должна быть не ниже 30, где-то, ну, может быть, 28 градусов Цельсия. Если, как бы, отопительной возможности такой нечем, нет, можно подогреть специальные лампы, этот участок и вот лежанку, где они лежат. Применяются, конечно, противовирусные средства. Они позволяют снизить активность вируса, в первую очередь, и перевести болезнь из острой стадии в хроническую. То есть в острой стадии как раз и наступает гибель малышей до двух недель. Нам важно, чтобы они прожили до трех недель и, соответственно, перешли в хроническую, вяло текущую такую стадию. Применяют антибиотики, которые позволяют купировать различные осложнения от присоединения вторичной бактериальной микрофлоры и, конечно, применение местных препаратов симптоматических. То есть это обработка кожи слизистых на участках, которые имеют вот эти пузыречки с жидкостью, которые потом подсыхают и образуются язвочки. В тяжелых случаях даже экстренная терапия, к сожалению, результата не дает. И заводчику в такой ситуации остается только исполнять, так сказать, предписание врачей и надеяться на то, что животные, все-таки малыши, все-таки смогут выкарабкаться и поправиться. При успешном лечении, соответственно, заводчику в дальнейшем нужно будет регулярно щенков обследовать и, соответственно, и новых владельцев предупреждать о том, что собака является носителем герпеса. Чтобы они уже могли предоставить питомцу полноценное лечение и ограничить его, максимально ограничить его контакты. Стоит также сказать, что если наше инфицированное герпесом животное контактирует с собакой, которая абсолютно здорова, то она все равно может ее заразить. Потому что даже здоровый организм будет восприимчив к герпесу. И это касается не только собачьего, но и вообще всех остальных герпесов. Именно поэтому он имеет такую колоссальную распространенность. Конечно, такие животные не пойдут в разведение, которые инфицированы герпесом. Они уже пойдут только в качестве домашних питомцев, потому что период, прошу прощения, путь передачи инфекции – это воздушно-капельный либо контактно-бытовой. То есть вторую собаку, как бы, семью уже взять будет сложно. Как я сказала, полностью исключить риск нельзя. Вакцина против вируса для стопроцентной вакцины, как по аналогии с другими вирусными бактериальными заболеваниями, пока такой нет, но работы над ней ведутся. И, в принципе, есть ряд профилактических мер, которые мы можем предпринять, чтобы наша собака здоровая, не заболела от собаки, непонятно нам, да, то есть от какого-то другого владельца или от бродячей собаки, не заразилась вирусом. Во-первых, это, конечно, регулярные осмотры у ветеринарного врача. Ой. У ветеринарного врача своевременная вакцинация. И если у нас появляются какие-то симптомы, вакцинация, я имею в виду от тех заболеваний, от которых собака вакцинируется вот в комплексе, плюс бешенство. Потому что если у нас нет, скажем так, проседания в иммунитете, потому что от этих заболеваний, конечно, иммунитет страдает гораздо сильнее, чем вирус, от вируса герпеса. И если у нас животное чем-то заболевает таким тяжелым, что можно было бы предотвратить вакцины, то в этом случае герпес у нас прям очень быстро подключится к этому процессу и ухудшит ситуацию без того не очень хорошего. Если у нас животное проявляет какие-то клинические признаки, любые, не только герпеса, а вообще любые признаки острого какого-то процесса, то есть это температура, это отказ от корма, вялость, апатия или какие-то различные сложности с походом в туалет и писать и какать, в этом случае обязательно надо обращаться к врачу, сразу не ждать, потому что очень редко бывает ветеринарийское явление, что оно прошло само. В большинстве случаев ситуация будет только усугубляться. Если у животного когда-либо возникали на мосте язвы, то есть это касается области носа, все правильно, она есть. Вот я про вакцину-то и говорила, и урикан герпеса она есть, но она дает иммунитет не длительный, и в первую очередь все-таки ее вакцинируют беременным собакам, чтобы профилактировать передачу герпеса, либо профилактировать заражение, либо профилактировать передачу щенкам. Такая вакцина, да, она существует. Если у нас у животного когда-либо возникали какие-то проявления на моське, то необходимо все-таки его временно убрать из разведения и в этом случае обязательно проконсультироваться с врачом и провести анализ на появление антител к герпесу, либо на поиск самого вируса в организме. Также необходимо животных, если мы в чем-то их подозреваем в плане инфицирования какого-то, необходимо все-таки оградить от всех остальных питомцев. Это касается отдельных лежанок, отдельных мисок, поводков, ошейников, ну и, естественно, взаимодействия между ними, пока у нас не будет результатов анализа, что наше животное не является носителем герпеса. Если у нас собака посещает общественные места выгула, ходит на выставки, то, конечно, эти мероприятия тоже стоит приостановить. Также нежелательно подбирать чужие игрушки с земли, играть с собаками, в которых вы, так сказать, не уверены, потому что все это может привести к тому, что животное будет инфицировано. В питомниках для того, чтобы снизить риск инфицирования, не следует, конечно, помещать беременных сук на карантин и новорожденных щенков вместе с ними до хотя бы трех недель, потому что, как я сказала, этот период самый тяжелый, и именно в этот период может возникнуть гибель щенков. Конечно, любой заводчик захочет это предотвратить. После трехнедельного возраста течение будет все-таки уже легче. Малышам, которые родились от такой собаки, от суки-носителя, нужно обеспечить обязательно хорошие условия проживания и подобрать максимально ответственных владельцев, потому что на владельцев, на новых будет ложиться обязанность следить за такими щенками. Если с иммунитетом животному все хорошо, и она вовремя вакцинируется от всех остальных страшных заболеваний, и герпес сам по себе для взрослого животного какой-то серьезной опасности не несет. Он плох для беременных, для совсем маленьких, и, соответственно, тем, что он заразен для окружающих собак. Но для самой собаки при условии нормального иммунитета он не так уж и опасен. Инфекцию может получить даже активная, ухоженная, здоровая собака ваша, например, если у вас здоровый питомец, и вы общаетесь вот с кем-то на улице. Более того, на самом деле у таких животных риск заразиться даже выше, потому что если животное уже чем-то болеет, а у него уже иммунитет работает в направлении выработки антител, и он, так сказать, на общем гребне может захватить и герпесный, и вирусный, и на него тоже выработать иммунитет, если, конечно, организм не сильно ослаблен. Если у нас животное здоровое, активное, то у них риск инфицирования тоже присутствует. Поэтому по этой причине, конечно, надо все профилактические меры соблюдать. И обязательно обращать внимание на проявление клинических признаков, то есть обращать внимание на морду, не будет ли там вот этих пузырьков, различных язвочек на области истечений, из носа, из глаз, возможно, каких-то корочек. Зуда, как правило, не бывает при герпесе, но язву мы увидим, если она образуется. И если мы, конечно, видим такие клинические признаки, необходимо сразу обращаться к ветеринару. 30 числа мы планируем проведение открытого вебинара для заводчиков. Это формирование своей репутации и как привлечь свою аудиторию. Мастер-класс будет вести лектор Денис Баталин. Это известный эксперт в области интернет-проектов, продвижения интернет-проектов. И также он основатель и владелец крупнейшей сети независимых рекламных агентств. По поводу времени мы еще пока этот вопрос решаем. Это будет абсолютно бесплатное участие, поэтому всех приглашаем на наш вебинар. На все вопросы по нему также мы готовы ответить. Ориентировочное проведение будет во второй половине дня, где-то ближе к 5-6 вечера, чтобы все уже были дома, всем уже было удобно. Я благодарю вас за внимание. Надеюсь, вам было интересно. Всем опоздавшим обязательно вышлю записи. Если есть какие-то вопросы, я готова на них ответить.